4 ноября в день народного единства прошли народные обсуждения по благоустройству исторического центра Мариинского посада. Развивать город планируют, ориентируясь в первую очередь на туристическое направление. Проект Мариинского посада веков связующая нить стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрации объектов культурного наследия. Концепция преображения Мариинского посада – живой документ. Свои предложения может дать любой горожанин. В этом городе прошли, наверное, впервые общественные слушания, в которые были вовлечены совершенно разные категории людей, разных возрастов, разных профессий, жители и гости Морпосада, люди, которые приехали из соседних регионов, как, например, одни из архитекторов. От жителей города прозвучали предложения по укреплению береговой линии рядом с причалом и запуску туристического автобусного маршрута. Также поступили пожелания озеленить прогулочное пространство и предусмотреть торговые ряды для ремесленников. Сюда, к набережной. Вот здесь вот тоже свободен участок. В преображение Мариинского посада входит не только эстетическое благоустройство улицы набережной, но и формирование новой культуры поведения населения через причастность к преобразованию. Эксперты оценили потенциал города. Любой турист, приезжающий в этот город, он с таким же положительным эмоциональным насыщением уезжает. Единственное, что, конечно же, город требует инфраструктурного развития, создания более комфортных, безопасных условий. Соответственно, наша задача как раз-таки в этом заключается. В условиях коронавирусной инфекции многие предприниматели потерпели большие убытки. Если они не смогут работать дальше, это существенно отразится на экономике морпосада и ограничит возможности преобразований. Ведь именно малому и среднему бизнесу предстоит развивать туристическую инфраструктуру. Кафе, сувенирные магазины, мини-гостиницы, экскурсионные маршруты и тому подобные услуги. Поэтому встал вопрос и о поддержке предпринимательства. Оказаны региональные меры поддержки. В частности, была предоставлена отсрочка и рассрочка по уплату налоговых путежей. Те организации, которые реализуют проекты стоимости свыше 50 миллионов рублей, получают отсрочку на уплату налога на имущество на 50%. Сейчас перед городскими властями стоит задача разработать концепцию, которая учтет все озвученные на общественных слушаниях пожелания и в перспективе станет основой технического задания. На следующий год планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации проекта по преображению исторической части города Мариинский подсад.